Добрый день! Если синдром хронической усталости вам знаком, то, наверное, пришло время от него избавиться. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Попробую вам в этом помочь разобраться и помочь устранить этот неприятный синдром. Ну, обычно, когда люди занимаются самолечением, они идут в поликлинику и устраивают себе медосмотр. Для того, чтобы по методу Козьмы Пруткова, взрыв корень, узнать все-таки причину. Почему? Ну, чаще всего, раз синдром хронической усталости, то, наверное, это невропатолог и идут к невропатологу. Конечно, невропатолог вам поставит и хроническую усталость, и депрессию, накачает антидепрессантами, и вы считаете, что все классно. Действительно, на какое-то время вам будет лучше, но только на какое-то время. Чуть позже вы можете зайти на прием и к кардиологу. Ну, кардиолог чаще всего поставит ВСД, то есть ветосую студистонию, или НЦД по гипотоническому типу. То есть, когда у вас артериальное давление 90 на 60, 100 на 70, да, мозг не получает действительно кровь, и, наверное, нужно усилить работу сердца. Ну, кардиолог чем вам поможет? Тониками, тонизирующими Жен-Жен или у Тарако, что-то из этой системы. На какое-то время вам тоже станет лучше, но полностью вы не излечитесь. Ну, проходя по кабинетам, вы можете заглянуть случайно к косметологу или к дерматологу. Почему? Потому что они увидят у вас темные круги под глазами и начнут маскировать своими средствами. Вы знаете, ну, конечно, внешний вид у вас будет лучше, но чувствовать вы себя будете по-прежнему. Потому что темные круги под глазами показывают, опять-таки, то же самое низкое артериальное давление, которое у вас определил кардиолог, и слабое обеспечение мозга кровью, которое у вас увидел невропатолог. То есть, это ничего не меняет, доводя, что внешний вид у вас будет получше. Ну, по дороге можете зайти, конечно, к врачу-иммунологу-аллергологу, потому что синдром хронической усталости неизменно отражается тем, что падает способность иммунной системы ну, скажем так, контролировать ваше генетическое постоянство внутри. То есть, контролировать проникновение в ваш организм различных токсинов, а они, как правило, еще чаще всего и аллергены, или активность в вашем организме на барьерных органах, на коже, там, на той же вдыхательной системе, в пищеварительной системе, в мочеполовой системе различных бактерий. И вирусов, кстати, тоже. Поэтому иммунодефицит всегда сопутствует синдрому хронической усталости. И лечить его можно, конечно. Опять-таки, можно какие-то иммуномодуляторы, какие-то средства воздействия на иммунную систему или, наоборот, подавление активности вашего организма, если есть аллергические реакции или, не дай бог, аутоиммунные процессы. Это тоже синдром хронической усталости. Можно пытаться управлять этим. Но причина-то в другом. Иммунная система ничем не отличается от вашего мозга, который тоже не получает кровь и не может она работать эффективно. Ну, естественно, барьерные органы разные. И вы можете полечить заболевание органов дыхания. У пульмонолога, заболевание органов пищеварения у гастроэнтеролога, заболевание органов мочеполовой системы. Вы можете полечить у женщины, у гинеколога, у мужчины, у уролога. Это тоже следствие синдрома хронической усталости. Но не причина. Причина лежит в другом. Ваш организм давно не получает правильное питание. У него нарушено снабжение через кровь любых органов системы. И когда не получается у кровь мозг, синдром хронической усталости лечится у невропатолога. Когда сердце не может качать густую кровь, появляется кардиолог. Когда кровь не доходит на периферию, там падает местный иммунитет и любые инфекции ваши. А старые, давно забытые инфекции напомнят о себе. Потому что ими никто не может управлять, их никто не может контролировать. Они были бы глупыми, если бы не активировались на таком фоне. Поэтому если вам нужно лечение синдрома хронической усталости целиком, а не только по частям в отдельных кабинетах, вы можете зайти в мой кабинет. Я напомню, я врач, диетолог, фитотерапевт. Через правильное питание, через разумное использование фитопрепаратов мы обеспечим вашему организму правильное питание. И отдельные зоны, как и весь организм, получая правильное питание, значит, нормально, оптимально работает. Потому что осложнение синдрома хронической усталости в различных зонах, ну, невропатолог, осложнение здесь, это уже кабинет психиатра. Это пожестче. Кардиолог, увы, если вето-суистодистония по гипотоническому типу плохо сопровождается, ну, как минимум, в лучшем случае, сосудистый коллапс, то есть вы теряете сознание, просто падаете в каком-то душном помещении, в жарком помещении, после нервной перегрузки какой-то, в худшем случае останавливается сердце. Ну, лучший вариант у иммунолога-аллерголога, да, с аллергиями будете ходить, испытывать на себе различные гормональные и противоаллергические препараты и ждать, когда иммунодефицит проявится более жестко. Потому что онкология тоже иммунодефицит, который проявляется, правда, не так быстро. Он зарождается в то время, когда есть синдром хронической усталости, а реализуется через 10-12 лет. Если вы вовремя иммунную систему свою не активируете, не дадите ей правильное питание, ну, неизменное следствие, конечно, оно будет. Самые лучшие последствия, конечно, у дерматолога или у косметолога. Да, замаскировали темные круги под глазами, и вроде как хорошо вы в шоколаде. Вопрос в другом, все остальные риски никуда не делись, а не остались. Просто выглядите вы немножко лучше. Поэтому, если вам нужно лечение синдрома хронической усталости, вы знаете, куда обратиться, контакты вы видите. Если вам необходимо его вылечить, а не лечить и носить с собой как медаль, как орден, ну, обращайтесь.